друзья немножечко позже чем обычно в дубль 2 он всегда самый лучший ничего страшного в этом нет слава богу что мы все живые люди и это не телевизионная трансляция а мы общаемся с нашими друзьями поэтому сегодня у нас очень интересная тема так все и все перезагрузила телефон наверное у меня просто была какая-то проблема так ура получилось ура все получилось очень рада так много подписчиков что мое сообщение и пожелание присоединиться оно улетело вверх и поэтому его не видно вот и все привет дорогие друзья спасибо большое что вы вновь к нам присоединились я очень вас люблю за то что вот растут растут циферки ваши просмотров это очень приятно и так анастасия борисенкова прошу любить и жаловать пластический хирург широкого спектра и моя давняя подруга я сказала что мы же с тобой дружим больше шести лет и знаем и про жизнь друг друга да и знакома с моим супругом у нас с тобой очень много не сосчитать сколько у нас с тобой общих знакомых не я почему написала в посте о том что ты человек как лучший из тех кого я знаю потому что я веду премию грация это премия в сфере красоты и здоровья да и перед моими глазами проходит довольно много разных специалистов и я сама люблю знаешь за собой последить и тоже если в припадке красоты как пойду так какого-то в каких чьих только руках я не была скажем так но если учитывать что мне 48 лет мне кажется что я выгляжу очень даже еще даже очень даже ничего и и в твои золотых ручках я тоже была я не совершенно не стесняюсь об этом говорить анастасия делала мне верхние веки причем я была очень сложным пациентом потому что я как все истинные творческие люди где-то в 24 года сделала себе татуировку макияж татуировку настоящую такую как тюрьме то есть у меня сначала значит и потом я уже дважды ее переделала причем уже в штатах golden ice уже белая полосочка черная полосочка то есть там возились межресничный край но то что мне сделали в ростове на дону когда когда я была молодой теперь это уже ну останется со мной навсегда и вы представляете сделать пластику когда это все может повести вот ну чуть-чуть не так да чуть-чуть не так сшила я была бы кривая косая у меня же ешь морда и торгую я работаю в телевизоре и в них как категорически нельзя было чтобы была какая-то ошибка если я тебе расскажу что у меня есть еще у меня есть биополимер p53 он у меня в носогубках и вот тут две горошины в верхней губе то есть я тоже это сделала когда была молодой еще в ростове на дону слава богу что меня не перекосило как мы знаем очень много медийных людей жаловались тогда то есть у меня там полиэтилен навсегда я не докалываю никогда потому что однажды мне сказали вот ты помрешь будет лежать твой позвоночник и носогубка я сказала ну что неплохой неплохой суповой набор вот насенька я очень рада тебя видеть и накопилось очень много вопросов первый вопрос он будет очень нестандартный из чего вы делаете мужской половой орган когда маша захотела стать мишей самый распространенный вопрос наташ я думаю что это твой вопрос не только мой у меня я же сделаю я готовилась в программе и могу тебе сказать что всем жутко интересно из чего вы это делаете мы не будем говорить да о том что надо оперируется не надо там что мы вообще сразу сразу в корень просто ответь мы как-то включимся в процесс а дальше я уже буду про пряники про про покосы проведено урожай да я поняла такая такая хайповая тема после интервью собчак с моделью трансгендером я теперь понимаю что на эту тему все хотят со мной поговорить честно говоря я не видела мне некогда но вопрос от интересовал меня всегда да а вы знаете разные методики ну конечно и своих собственных тканей в нашей стране есть очень гениальная методика которую придумал профессор домян и он мой учитель много лет это микрохирургическая методика когда забирают ткань со спины мышцу широчайшую мышцу спины оборачивает ее своими тканями собственными сосудами своим нервом подшивают ее туда где там где-то должно быть и реинервирует то есть восстанавливают проводимость в нерве я этот нерв из ткани вот с лоскутом прям ходит и лично и бригада на бригады шьет этот орган другая подшивает потом еще микроскопически под микроскопом сосуды между собой сшивают и сшивают между собой нервы как на так называемая реинервация чтобы нервные окончания потом восстановились и нервный импульс проходил туда и потом он еще и работал чтобы эта мышца потом напрягалась и поэтому мы считаем свою методику гениальной хотя вот например я в штатах регулярно бываю там тоже есть интересный доктор который занимается этой методикой и у него своя методика он по-другому делает он считает что надо сразу имплант ставить так вот наша методика отечественная крутая тем что потом эти пациенты эту мышцу тренируют это вообще просто это анекдот они реально тренируют и я даже на каком-то конгрессе видела как один доктор показал дал ссылку на российскую методику и показал как его пациент поднимает 5 килограмм этой мышцы я понимаю то есть авоську можно носить прекрасно прекрасно то есть полгода она восстанавливается а потом эта мышца ее можно потренировать и пациенты могут совершать половой акт сам по собственному желанию когда они хотят без каких-либо там кнопочек помпочек имплантов с резервуарами с раствором когда который туда-сюда перетекает то есть вот то что возрастным пациентам импланты ставят эти не требует такого то есть эта методика российская она гениальная просто клёво слушай ну все мы знаем как выглядят грудные импланты и я даже видела импланты на попу вот ну то есть если кому-то надо то я видела некоторые ведущие телерадио знаешь она идет а попа идет у верки сердючки вот сюда шла а у этих идет сзади ну на вечерних платьях глубоким вырезом смотрится ничего так спортивных костюмах так страшновато ну наверное перебарщивают а что у этого тоже бывает прям прям протез полиэтиленовом пакетике прям лежит песюля конечно естественно так вот например американцы они сразу они не ждут восстановится там нервное окончание восстановится они сразу же туда ставят импланты причем сейчас импланты последнего поколения трехкомпонентные может быть реально кто-то из наших зрителей не знаешь что это такое причем возрастные у которых молодые девушки и у них например какие-то проблемы с сосудами то есть у них плохо кровоснабжается этот орган они тоже ставят импланты и вот сейчас последнего поколения импланты трехкомпонентные то есть там есть помпа есть резервуар и вот слушай настя то есть можно сказать своему там да то есть 60 лет они же говорят нам пойди сделай себе грудь на пиписку да то есть как бы прекрасно прекрасная идея да чем порадовать пойти на пластическую операцию мысли 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 они смеялись над нами да что мы там себе что-то тянем там импланты ставим а то мы мы же как мы понимаем что мы должны забыть следить мы то реснички то волосы то подстрижемся то живот в порядок после родов приведем то грудь а они такие едят пьют живот себе растят ничего не делают а на самом деле с них получается что спроса нет еще как есть так вот если считается что с возрастом особенно но бывают молодые если у них проблемы сосудистые то есть там тромбозы например проблемы томатор склероз выраженные то есть у них кровоток в периферии плохой да то есть у них бывает и раны если это заболевание сосудистый то у них получается не 40 лет до 42 уже и и да атеросклероза и бляшек у них кровоток туда плохой и в этом случае такие пациенты приходят на импланты а бывает получается что ты такая повелительница любви то есть если раньше это был приговор да такой приговор совершенный то ведь правда же у тебя влюбленных несчастная любовь приводит к пластическому хирургу и влюбленные люди несутся к вам дикой совраской правда то есть смотри время что принесло взрослые мужчины нашел молоденькую хочу быть красивеньким прибежал да получил пост приближал допустим женщина нашла себе моложе прибежала допустим бросил муж ушел к цепи она берет берет пластического хирурга зубного врача эндокринолога и хорошего психотерапевта и стилиста и мы ее за полтора месяца рай да рай да она говорит слава богу он ушел теперь она терпила я лучше найду правда то есть как бы мы или выводим из стресса глубокого я просто знаю точно что пластическая хирургия очень здорово помогает кто-то из родителей ушел трагическая потеря год человек не может поднять головы сходила чуть-чуть порядок себя привела до чего такой пластика верхнего века вот вспомни когда мы с тобой работали на четвертый день я снималась в клипе девочки в легких тонированных очках с легкой отечность ну так как я бролерная у меня бывает то больше то меньше нормально все прокатило у меня то есть синячки замазали у нас есть в телевидении такой пластилин знаешь так вообще что стены штукатурят я была богиня даже муж поддерживал может тоже да у меня уникальный супруг это тоже кстати история я пришла и говорю что ну мне надо выглядеть как-то я не хочу что я такая вот нужен наш черепаха тортила тут ботекс уколола у меня брови опустились еще веки легли я такая откройте мне веки как вы вот и значит пойду я на операцию вот он смотрит значит на нашу красную фею и горит и я пойду и самое интересное мы лежим на соседних кроватях нам принесли киселек значит и яблоки а я на один день по моему раньше до была проверена и я как битый не битого везет от того что он со мной солидарный теперь я ему подаю печеное яблочко и киселек это было так романтично мы теперь все время с ним вот так поступаем да это так давно уже мне кажется лет вообще прошло 6 лет да я у меня была красная пижама хирургическая кстати до сих пор и люблю иногда одеваю у меня по дням недели разноцветные а это правда и он меня называл красная фея это правда правда да мы тебя так и запомнили то есть если я начну говорить имя и фамилию он не вспомнит правда у него не такая огромная голова как у меня чтобы упомнить как кого зовут но как только красная фея он расплывается в улыбке то что когда ребята когда ты открываешь глаза тебе сняли повязку над тобой стоит красивый человек декольте сисюшечки реснички улыбка это конечно дорогого стоит это лучше чем если кто-нибудь если какая-нибудь старушечка наклонилась правда никогда меня такой вопрос интересный я как-то даже участвовал в передаче где был психотерапевт где была актриса которая ничего не делала где была девушка которая там у нее наставник ее отец батюшка и девушка которая вообще просто косметологии дружит и вот мы дискутировали вообще надо не надо и вот та у которой батюшка она там раскол зачем вообще это то есть вот нас как бог сделал многие же так рассуждает как психологи вот кстати интересно психологи же говорят там возлюби себя там ты себя должен принять у нас а ты не думаешь что если ты примешь себя такой какая ты есть на самом деле ты будешь не кассовая ты будешь не с бритыми ногами без апелляции ты будешь не умытая с грязной головой и со всеми другими частями тела нам не надо быть такими как мы есть мы все равно ухаживаем за собой насколько уникально то есть ты психолог который пишешь книги о том как в семье прекрасно жить я однажды на рублевке зашла в один какой-то салон да попить кофе и там лежали твои книги это было так трогательно господи как круто и там читальня такая можно попить кофе и это рядом с ле море может быть ты знаешь да 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 я знаю где они лежат да и лежат я думаю господи как круто я же и оперировала твои свои да пять лет шесть назад и это реально интересно то есть вот пожалуйста там тоже психотерапевт кстати был на том баттле тоже девушка прекрасная которая тоже рассказывала о том как она сделала себе операцию то есть казалось бы вот что это такое люби себя надо принять это все ваши комплексы там и так далее а на самом деле вот вам пожалуйста прекрасный психолог который учит жить в гармонии в семье как себя любить как правильно себя преподнести как найти баланс жизни и она прекрасно себе сделал почему бы нет мы создано быть красивыми и поэтому этот эфир очень крутой потому что реально люди могут ходят гадания и думают делать не делать делать не делать и так даже 7 и думают а вообще не доесть надо не доесть блинчиков соберете довольно быстро цена у этой операции не очень великая реабилитация четыре дня говорю уже снималась в клипе но если вы не снимаетесь клипе то через неделю вы будете богиня просто и потом встанете перед зеркалом и скажете почему я два года ну вот у меня был была ситуация когда у меня этот был халязио нет нет такая шишечка вот здесь под глазом ее надо было вычищать как она называется грыжа грыжа у меня была вот и для того чтобы выйти эфир она прям надутая у меня под нижним веком мне косметологи выбеливали ее белым карандашом и я иду мимо зеркала думаю господи какая я уродина смотрю в кадре хорошо но сколько можно белым карандашом закрашивать или черные белые черные полоски рисовать научим методик как поднять верхнее веко до 2 секунды особенно сейчас кстати самоизоляции что у вас там со стерильностью и переполнены клинике или нет то есть у вас же это индивидуальненько а плюс ко всему стерильненько и плюс ко всему можно же песни печь на на этом самом на внутривенном наркозе и через шесть часов домой пойти у вас уже 21 век да 21 век все конечно лучше с наркозом на самом деле мы конечно жестко все проверяем и пациентов анестезиологи заранее смотрят и даже консультации сейчас только по справкам на ковид либо очень много онлайн консультации потому что прилетают пациенты из других городов принимает в см клиники спрашивают нет уже где ты скажи где ты сейчас у меня закончился декрет я там проработал 10 лет я знаю там я тебя и подцепила опыт многопрофильный потому что интересно было и мне кажется опыт на всю жизнь потому что работать одновременно с соседними кабинетами с иммунологом эндокринологом генеологом косметологом диетологом хирургами да это постоянно между собой обсуждать это реально огромный опыт то есть я не просто получается вот коммерческий врач делайте вот это да то есть я обязательно со всех сторон обследу это реально интересно у меня девушка пришла на консультацию смотрю огромная такая полненькая девушка и есть 45 лет она приходит и говорит там уменьшите мне грудь и уберите мне второй подбородок уменьшите мне лицо и я понимаю что здесь надо в первую очередь посмотреть обследовать ее и она слава богу адекватная прекрасно да я уже везде походила вот смотрите то есть а у нее нет такого знаете вот уберите мне это уберите мне лицо то есть она адекватно понимает и я понимаю про лактин гормон то есть конечно я стараюсь комплексные у нас анестезиологи очень жесткие они проверяют поступить раз все анализы сейчас очень разреши обратиться а вот вы предупреждаете о том что допустим вот я здесь отрежу а в другом месте у тебя через три года вылезет отрежу колку выйдет в руки отрежу живот поползет под грудь то есть если ты будешь продолжать также точно трепать все тут ты будешь бронерная только в другом месте предупреждаете не просто предупреждаю а сейчас чем больше я работаю тем больше чем более серьезно отношусь и говорю пациентам что это хирургия это очень серьезно и это не альтернатива не ходить в зал то есть я пришла приняла решение мне некогда дайте ко мне отсосить везде и там и все я готова там переливайте мне кровь что хотите делайте я понимаю что это большая кровопотеря делайте мне все я таких не беру я объясняю что это большая операция травматичная и не физиологичная у меня недавно девочка приходила может быть кто следил девочка выиграла уменьшение груди грудь до пупка и именно она выиграла я ее не знала до этого вообще она приезжала вот буквально недавно там три дня назад она улетела обратно и она первым делом говорит вот вы мне грудь бесплатно же будете делать я выиграла а уберите мне холку пожалуйста холку да то есть проекция седьмого шейного позвонка мы ее отговаривали всей клиникой я говорю понимаешь лен ты заплатишь деньги выкинешь их зря это физиологичная операция то есть у тебя из-за того что тяжелейшая грудь грудь висит ты горбик у тебя нарушение осанки то есть ты его это невозможно у тебя второй подбородок из того что нарушение кровотока ты неправильно так вот ходишь то есть ты вот сейчас уберет грудь ты похудеешь пойдешь костепату выпрямишь у тебя горбик уйдет сам он мягкий подожди а как вот говорят что атлеты от котлету он набрался и набрался и все и там ему всегда быть неправда не совсем верно то есть когда он уже годами то есть там уже соли отложились и там действительно так называемый кушенгой то есть там гормональные изменения так называемый горбик да то есть это уже гормонально там в этом месте он откладывается тогда да это только его выгребать алиполитики алиполитики нет все слону дробина то есть здесь опять же даже когда убирать этот горбик я предупреждаю я вам его беру но он опять нарастет если вы не займете своей осанкой у вас будет неправильный неправильная осанка у вас там будет неправильный перевес тела да из-за этого будет там откладываться неправильная нагрузка и это девочка мою еле уговорили не выкидывать деньги не надо ты потом лучше займись иначе ты выкинешь потом опять вырастет вот поэтому естественно все показать вот девочки именно поэтому именно этот доктор сидит сейчас напротив меня потому что она может сказать не надо делать операцию как ты относишься к летним акциям купила сиську ударим ухо то есть как ты относишься к тому что сейчас очень много вот этих манипуляций и развода то есть ставят там какую-то высоченную цену зачеркнули поставили просто нормальную цену по которой можно в соседней клинике сделать а человек ведется на все эти акции и еще один сразу на два потом ответь пожалуйста но правда не разные совершенно но я забуду вот допустим вот когда ты работала в клинике где куча разных специалистов можно на одном наркозе в разных местах человека сделать несколько более или менее нетравматичных операций то есть как вы не отрезать там пол полжопы человеку да а там допустим там ну века и аппендицит там или до или допустим там убрать и жир с рук и желчный пузырь но можно же было это такое сделать для того чтобы на сэкономить и наркоз и здоровье и зрение и волосы которые потом полная подушка сейчас когда ты ну в одиночку стану становишься ты можешь за один наркоз сделать две операции конечно расскажи какие я также дружу со всеми докторами у нас также приходят доктора которые делают такие операции потом здесь понятие есть коммерческий подход да а есть физиологичный подход то есть конечно длительные наркозы они не хороши и сейчас это переходит больше в коммерции особенно знаете есть пластические хирурги там они могут по 10 часов оперировать да как бы конечно этой операции цена растет и проще один раз им соперировать чем там бесконечно но одно дело когда эта молодая пациентка да она говорит вы знаете такая деловая дама у меня нет времени у меня тайминг кругом я все по таймингу живу там и так далее то тогда здесь можно подумать это чаще консилиум собираем на предмет одномоментности но вообще американцы проводили исследования да то есть вот на предмет безопасности то есть у них даже есть такие статьи о том что больше трех часов под наркозом организм переохлаждается и риск воспалительных вообще осложнений после операции возрастает это уже доказано поэтому есть понятие сочетаемых операций есть понятие несочетаемых операций иногда делаются операции в две бригады то есть например вот как ты рассказала да там холецистит и там например да действительно есть такое что например опять же есть понятие чистых операций есть понятие грязных операций например, какую-нибудь там лор-миндалину удалить вместе с подтяжкой лица точно невозможно, или импланты поставить и там какие-нибудь гланды, да, то есть это нельзя, то есть есть чёткое понятие сочетаемости и несочетаемости, потом понятие, например, на какой части тела, рядом ли части, будет ли схожий послеоперационный период этих операций, не будет ли он вразрез одно с таким, там, например, мы попу поставили, импланты и грудь, она будет на чём лежать, на боку всё время или как, в машине боком заныривать туда, то есть есть понятие, вот именно очень-очень много нюансов, но в первую очередь, конечно, вопрос безопасности всегда, и всегда надо очень как бы настораживаться, когда доктор предлагает, давайте всё сразу сделаем, да, то есть это может быть дорого и абсолютно неправданно. Просто хочу спросить, допустим, вот убирается живот, убирается бока, подтягивается вверх это всё, формируется пупок, да, убирается там подмышками, убирается на спиняке, там, вот горб, это всё равно 5 часов, за это время можно отрезать и аппендицит, и холецистит, и что хочешь, можно поделать, то есть если ты всё равно идёшь на длительную операцию, можно ли попросить хирургов прийти и сказать заодно, он у меня хронический, я 15 раз уже ездила в больницу, посижу-посижу, отпустили, уже отрежьте мне этот аппендицит, ну, к примеру. Наташа, смотря какие операции, чаще как раз, вот даже в своём клинике, когда мы работали, общие операции такие, они несправимы были с эстетикой, потому что там полостная операция внутренняя, да, и нельзя... Это грязь. Неправильно, то есть можно, например, сочетать гинекологию, например, с эстетикой, мы часто это делаем, да, мы можем сочетать там, допустим, мы можем сочетать проктологию с эстетикой, то есть всё очень-очень регламентировано, так что вот. А, то есть можно стать красивой и сверху, и снизу одновременно, то есть полный припадок красоты, а вот минус 10-20 лет легко, да? Да, слушай, я недавно была в Лос-Анджелесе, там есть доктор, когда я вообще к нему попала, это был, может, просто предел моих мечтаний, мне казалось, что это невозможно, то есть когда я была ещё студенткой, я писала книги, ой, статьи писала, по книге я читала в библиотеке находила, на английском, так вот я прихожу, а там в Эверли-Хиллз на кабинете написано его фамилию, на двери написано его фамилию, думаю, блин, неужели это тот самый доктор, и оказывается, реально тот самый доктор, и вот он как раз занимается, то есть он перешёл, не занимается уже сменой пола, а он занимается интимной пластикой, причём интимная пластик, у него целый такой вот прям процесс, то есть если у нас эта операция там раз-два, там полчаса, а у него там приходят дамочки, он с ними по два часа это всё разговаривает зеркалом, он там с ними там это всё рисует, как, что, где подрезать, как вы хотите, какую бабушку. Вот тебе цветочек, вот тебе орхидея, вот тебе мак, вот тебе фрукт, вот тебе то, да, я слышала-слышала про него, прикольный мужик, да. Ну, конечно, американцы славятся вот этим хайпом в плане вот этих вот рекламных историй, то есть у меня недавно там друг один прислал мне, Настя, прикинь, я сделал первый свой сфейслифтинг, то есть мы с ним общались, он мне говорил, давай там суперируй моих подруг, там ты крутой делаешь смаз, допустим, а тут мне присылает видео, как он сделал, и он уже пишет, он делает смаз, вот он сделал первый смаз, он уже делает смаз, у него уже целое кино про эту пациентку, как он и делает, там уже профессиональная видеосъемка, там целое реальное кино, то есть это такое... Какая ты молодежь, ты затронула эту тему, смотри, как интересно. Выросло поколение пластических хирургов молодых, вот я в предыдущем, да, вот в начале я говорила о том, что где-то что-то подкрой увидели, там пошили, там поделали, отпустили, капусту взяли, сделали сайт, красиво, ярко, все, у них очередь, и сидит старый хирург с золотыми руками, да, и передает его из уст в уста, но у него нет ярких плакатов, и он не ходит экспертом в телевизор, вот какая сейчас разница, да, вот выбрать специалиста очень сложно, и там, и там уже страшно. Мне даже порой неловко приходить к своему профессору, я помню, никогда не забуду то время, когда я пришла, я сделала первый макет своего сайта, он на меня смотрит и говорит, Парисенко, ты вообще понимаешь, что ты сделала? Я говорю, в смысле? Он такой, ну ты понимаешь, что ты всех здесь всех опустила? Я говорю, я не знаю смысла, он такой, ну ты типа одна самая лучшая? И мне было так неловко, господи, я, мне кажется, его забросила, этот макет, еще год на несколько, ну я не помню, на сколько. Я понимаю, что ты говоришь, да. Мне было так стыдно, хотя тогда уже были вот раскрученные такие пиарные, как мы их называли такие, там, инстаграмные доктора, то есть для нас это было, и вот многие до сих пор это помнят, и в госучреждениях, в НИИ, там, это считалось, что убери все это, этого не было, там, меня на ковер вызовут, то есть это казалось, ну это просто космос, это стрёмно, это позорно, ты доктор, ты не должна это делать, то есть я до сих пор ни разу не... Да-да, я понимаю тебя, о чем ты говоришь. Не пробовала, не пробовала, даже делала там платную рекламу, там, какой-то директ, я в этом не знаю, и вот мне... Я тоже никогда не покупала. Да, я поняла, что да, я что-то пропустила, и ко мне приходят ребята, молодые, учиться, ходят, смотрят и говорят, я понял, как я буду консультировать, я буду говорить, ну вы же везде все уже учились, я буду говорить, я стажировался там-то, я стажировался там-то, я стажировался там-то, то есть всё, что я... Слушай, самое интересное, вот можно задам вопрос, наверное, у тебя точно так же, как у меня. У меня этих документов уже, во-первых, мы, врачи, каждые пять лет проходим курсы усовершенствования, это хочешь, не хочешь, у нас в крови, вот, и там, ну, выбираешь специализацию смежную, ну, интересную, да, там, допустим, психиатрия у меня, ну, наркология, ну, сексология, да, там, ну, психотерапия, гипнотерапия, спортивная медицина, ну, всё равно, всё равно здесь же выбираешь, и вот они накапливаются, накапливаются. Когда человек приходит с болью или приходит за, дай красоты немножко, я хочу достичь какой-то цели, да, то есть красота – это же не цель, а средство достижения цели, то есть помоги мне добиться чего-то, сделай меня красивой. Ты тебе хоть кто-нибудь попросил, покажи свои дипломы, ты выволокла вот эти вот две коробки языки по обе к дипломам? Никто не спрашивает, никто не спрашивает диплом. Вот почему так много вот просочилось вот этих вот людей без образования, вот этих самоучек, потому что все прекрасно понимают, это можно на капусту наширять, а что там дальше с лицом будет? Трава не расти, ничего не доказано, все домой идут, все на коленке всё это делают. Я видела, как кололи в Одессе на пляже на лежаке, клянусь, я видела, как. Мама дорогая, но вернёмся к штатам, потому что это очень важная тема, я там тоже была неоднократно, и друзья говорят, ну чем тебя порадовать? Я говорю, слушайте, ну хочется чего-то, ну вот чего у нас нету? Они говорят, а чего у вас нету? У вас всё лучше, чем у нас. Я говорю, ну вот я, например, у меня есть время, я как раз заживу, будут синяки, приеду в Москву, уже буду красивой. Давайте сделаем мне пару уколов в голову, то есть пойдёмте на ботокс или на гиалуронку какую-то, ну это было лет семь назад. Прихожу, слушай, восемь, прихожу я в Америке, захожу, не понимаю, это клиника или не клиника. Простые стены, стоят диваны тряпочные, висят картины, какая стерильность, какое, чего, ничего этого нет. Малюсенькая комната, как у нас туалет, знаешь, вот вся в плитке, просто вот малюсенькая, он там боком прошёл, слушай, уколов мне здесь, здесь и здесь, тут и тут. Какую-то немыслимую цену мне назвал, я убегала оттуда, откройте дверь, я здесь случайно. И больше я никогда ничего не буду делать у непроверенных людей. Нет, я была ничего, но вот прям припадка красоты, как обещали, никакого не было. То есть у нас и маникюр делают лучше, чем во многих моментах на планете. Я просто была психологом сборной России по парикмахерскому искусству и НЛ-дизайну, я понимаю, как делают американцы, японцы, как делают индусы. Иногда много сделать в Израиле, пойди найди нормальную, потому что там накрасили тебе вот так. И говорят, слушайте, ну вы мимо накрасили, ну вы хоть как-то аккуратненько обберите. Они говорят, вы какая-то перфекционистка, уходите. Уходите, это лишнее, это не надо. То есть, а у нас же сидят делать то же самое. Все специалисты, вот широкого спектра, вот ты хирург, да, вот ты, я, например, взяла психотерапию в свою измену, и я лет 7 писала про измену. Потом она мне вот так надоела, я уже ушла там на ладони, да вот там трагическая потеря, ну хоть куда-то. А вот ты, вот широкого спектра, то есть, ну вот есть специалисты, копают в одну и ту же точку и делают идеально, допустим, глаза. Есть специалисты, которые и глаза, и нос, и рука, и нога, и пузо, и пупок, и пипирка, и лоскута спины. Как ты умудряешься набить навык и там, и там, и там, и там, и там, и там, и там? Классный вопрос. Вы знаете, что, дело в том, что я, мне так повезло, и я сейчас до сих пор думаю, мне кажется, я вот там, сейчас очень много пишут книги о том, как в жизни чего-то добиться, о том, как там, я не знаю, там, Трамп пишет, и все, кому не лень, там, дисциплина, там, менеджмент тайминг, там, куча всякой философской литературы, там, коучинг и так далее. Я анализирую свою жизнь и думаю, господи, как мне повезло, вот реально. Ну, наверное, я так сильно хотела, настолько сильно просто хотела вот стать хирургом и оперировать, что вот мне повезло, что я попала в очень крутую школу, и я этим безумно горжусь. Сейчас, к сожалению, они, там у них, получается, они закрылись на реконструкцию, наверное, я думаю, что через год может откроется, это огромное будет отделение, может быть, в этом году, ну, по крайней мере, должно уже открываться. Но мне повезло, что это был огромный отдел, где были все направления, там была микрохирургия, там пришивали оторванные пальцы, там была эстетика, грудь, переделка со всего Союза, смена пола, реконструкция совместно с пульмонологами трахеи, там, под микроскопом мы шили крыс, ходили в морг, какие-то делали сложные пересадки кожи, одновременно там с колопрахтологами тоже что-то делали. И вот это вот все нон-стоп. То есть, как мне говорили, такой ритм было, ну, тяжело выдержать реально. И мне казалось, я так сильно хотела, то есть, я помню, я на первом году заплакала, в сентябре была конференция, поехала и заплакала, думаю, Господи, когда же начну оперировать? Мне казалось, что это просто вот голубая мечта, то есть, я это так жадно впитывала. И потом, когда я ушла в собственную практику, я поняла, что это все вот эти огромные знания, я их применяю. И мне интересны, конечно, красивые сложные операции, переделки. То есть, мне уже неинтересно просто делать липосакцию, просто неинтересно, потому что мне кажется, что это антифизиологично. То есть, все равно вот косметология, пластическая хирургия, стоматология, это очень коммерческие сферы, там нет стандартов. Я недавно была в одном салоне очень крутом Винокурова в центре, и у них был проект по долголетию совместно с мэром Москвы. Они даже книжку такую написали, вот то, что ты рассказывала, можно поменять имидж, поговорить с психологом, сделать новую прическу, перекраситься, и вообще твоя жизнь меняется. И вот они, тетенек там в 55-60, брали и переделывали, и целый огромный альбом создали. Так вот, реально я понимаю, что интересно вот такое, то, что реально дает людям счастье. И вот когда я сейчас уже понимаю, что я занимаюсь тем, что мне нравится, это классно. Я советую найти каждому вот эту сферу, которая их будет наполнять. Меня это наполняет, мне от этого просто вот, я прям вот до мурашек, мне такой драйк. Очень хорошо тебя понимаю, да, очень хорошо понимаю. То есть пока найдешь то, чего тебя прям конкретно вштырит, как от профессии, да, то есть все равно нужно перебрать, перебрать палитру, все равно нужно. Представляешь, у меня же еще была ординатура по микрохирургии глаза, то есть два года по микрохирургии глаза я оперировала, то есть я понимала, что это, да, да, и просто было время, когда ни у меня, ни у мужа не было ни зарплаты, ни стипендии, грудная Аня, все сидят у профессоров, и ты только подаешь в острик и пишешь истории болезни, ты понимаешь, что я сдохну, я очень хочу, я очень хочу. Но я протяну ноги, и ребенок мой протянет ноги, потому что это не кормит. И именно поэтому одна из причин была, почему я не стала микрохирургом глаза, не сижу сейчас в клинике, хотя работу написала, и написала, защитилась, ее используют в Италии, а нам она никому не нужна, потому что очень много, ну, нужно было труда прикладывать, нету столько работников. Но я вспоминаю с благодарностью, сейчас когда оглядываюсь, но я постарше, чем ты, я вдруг сейчас понимаю, что очень много уходит учителей уже там на небушко, да, и спасибо им большое, и как основательно учили, как требовали от нас знаний, да, так как вот спасибо им большое, что они тогда нас вымуштровали, потому что вот сейчас уже молодое поколение врачей, я за них боюсь. И на дистанционке они, и чижик-пыжик, и нет возможности подойти на анатомию, и правда, и потренироваться, то есть это все на муляжах, на каких-то схемах, но это очень отдалено от реальности. Вот спасение жизни вот сейчас показывается чуть-чуть на периферию, и ты реально видишь, что таких вот фундаментальных врачей, как были тогда, уже остается минимум, к сожалению. Мне все казалось, вот я сейчас, я уже стала выделять время на свою учебу, тратить деньги сама, то есть никто это не оплачивает, как раньше, да, то есть я, например, понимаю, что я хочу делать идеально, я хочу вот до мелочи докопаться, я летала в Корею, летала в Милан, вообще я всю Европу пересмотрела, в Америку летала, причем и в Майами, и в Лос-Анджелесе смотрела прям конкретно врачам, вот мне нравились их работы, и она не ходила, читала и письма, и с ними там подружилась, ездила к ним. Это реально интересно, это огромный опыт, интересный вот именно в плане и подачи, как они себя подают, и как у них все организовано. И честно, я вернулась и поняла, что лучше нас никто не делает. И вот про это в салоне красоты, да, тоже очень классный мастер, я даже не ожидала, причем у него 4,5 тысячи клиентов, я была просто в шоке. И он рассказал, показал мне этот альбом по долголетию, где они людей переделывали, вот, добавляли им шармы, они уходили красотками такими, что изменялось, да, после психологов, после Васильева, имиджа, смены, прически и так далее. Так вот он тоже со мной согласился. То есть в Штатах, да, там есть технологии, там в Корее есть технологии, но нет нашей души русской. То есть вот он такой... Ты знаешь, сколько их едет к нам оперироваться? Долгами едут оттуда, с переводчиками списываются, и едут к нам оперироваться. Оперироваться, это правда. Скажи, вот ты в Корею ездила, а можно ли все-таки без операций? Вот ты, пластический хирург, делаешь идеально все. То есть порезала, пошила, все зажило, как на собаке, идеально все. А ты можешь без операции сделать полную красоту, уколами, нитками и всякой такой штукой? Или тебе неинтересна эта эстетическая медицина? Да, подожди, немножко нет, не так. Комплексный подход должен быть. Я была там в нескольких городах, в Миллионниках, и в Сеуле, и в Тегу, где реально куча операций. Там в день по 50 операций. Причем у них клиники так устроены, что у них и операционные, и косметологии, несколько этажей, этаж реабилитации, этаж косметологии. Но все равно невозможно после определенного возраста, когда появляется гравитация, появляется избыта кожи, да, и опускаются ткани, заменить нитями. Как мне недавно, сегодня, кстати, в комментариях кто-то написал, еще бы липофилинг сделать. А там женщине, по-моему, к 70, там 67, что ли, ей. И невозможно, то есть есть избыта кожи. Если мы туда что-то будем вводить, ее раздует. То есть все в определенном времени. А что мы не видим на экране, вон наши звездюли, смотришь, как будто в нее накачали, как будто ее осой покусали. Это ж явно специалист, или переборщился препаратом, или просто на растянутую кожу налил там вот так вот. Об этом и речь. Они теряют индивидуальность. Когда уже лицо опустилось, то есть получается, что уже гравитация выраженная. И основные реперные точки, да, скулы, подбородок, кто вот как нас считывает, да, как следователи, как рисуют роботы, да. То есть определенно есть векторные точки, определенные, которые вот определяют конкретно вас. Получается, лицо поехало, мягкие ткани поехали, кости основные, все осталось на месте, все это нависает. И мы гоняемся за каждой морщиной, особенно вот те, кто на телевидении, особенно они этим грешат, потому что пять раз переоперированы. Они заполняют их, заполняют, заполняют, надувают на опущенном, на опущенном, заметьте, лице. И получается, что оно как бы вот носогубку, вот оно расправилось, все расправилось, но при этом... Тут одулась, тут опустилась. Смотришь, думаешь, ты зайка моя. А ты когда смотришь на экране на наших звездей, ты прям видишь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это сделано. Конечно. То есть в этом проблема, что они теряют себя, свое лицо. То есть они, ну, если у них цель такая, что не было морщин, то есть мы же не можем в их голову залезть, понимаешь, у всех же разные запросы. Если у них в голове быть неузнаваемой, то да, окей, можно их бесконечно шлифовать, тянуть, убрать полностью наметки на возраст. Пожалуйста, но это определенная категория пациентов. Но ведь большинство адекватные, которые хотят остаться с собой, чтобы их узнали коллеги, друзья, родственники. И в этом случае должно быть все с умом, гармонично, а не просто надувать так, чтобы морщинок не было, как его быть-то вам десять. Это же невозможно. Даже в два... Это правда, что каждая уважающаяся женщина к полтосу должна собрать себе маленькую заначку на круговую подтяжку лица. Это правда самый лучший подарок себе. Правда? Правда? Когда меня спрашивают, что бы вы себе сделали, я понимаю, что лицо я сто процентов сделаю. Я вот думаю, кто у меня когда-нибудь, я уже учу потихоньку, да, я вот думаю, кто меня сделает. Я пока еще не нашла такого. Но я думаю, что когда будет полтинник или сорок пять, то точно я найду того, кто мне сделает. Потому что сейчас пока, естественно, я как сапожник без сапог, хирурги, так же как творческие люди, они не доверяют другим. То есть им кажется, что лучше их никто не сделает, потому что ты делаешь это идеально, ты учитываешь нюансы, ко всему педантично, с душой, ты как для себя, понимаете? И я понимаю, что я пока не нашла того, кто прям для меня будет сидеть, трудиться, там колдовать, там каждую мелочь, изучать моего, о моих особенностях. Но я обязательно себе это сделаю. Я понимаю, что я это... Еще вопрос, еще вопрос. А правда ли, что вот, ну вот хорошо, на круговую я еще соберусь, но повиснут брыли, там шея будет как у шарпея, то есть, ну вот, когда будет же пито, вот посмотрю вот в экран и пойму, что все, хана, надо идти резаться. Но вот пока этого же периода у меня пока нет, там ниточку поставила, там ниточку поставила, там, знаешь, бровочку подняла, потом опять же ботекс уколешь, опускается все, поставила 4 ниточки, смотрю, прям нравится мне. Правда ли, что если я буду делать вот эти коги, и буду шею вот эту, и вот это все делать, нитки, 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 потом, когда ты захочешь сделать мне круговую, я тебя сильно подкузмлю с тем, что там внутри меня, то есть я порчу свою морду, говорят, что я там растягиваю, какие-то эти вот нити же, эти соединеннотканные, вот эти, я мешаю тебе потом шить, трудно такое лицо после ниток, или ты еще пока не знаешь? Очень классный вопрос, потому что сейчас, ну, на конференциях уже стали доклады свои показывать хирурги, которые вроде как после нити оперируют, либо наоборот, что совместно с ААПом работают, такой, сейчас нет практически пациентов, кто ничего не делал, скажем так. Я не знаю, что это, да. То есть сказать, что трудно, ну, как бы, все возможно. Ну, прям она рвется, прям как папирозная бумага, или ты там иголкой не можешь проколоть эту соединительную ткань, ну, расскажи нам, что нам будет за то, что мы ставим периодически себе эти нитки? Классный вопрос. На самом деле, конечно, будет, там будет фиброз, но почему бы нет? То есть, да, это уже моя задача и мои сложности это все разделить. Я это сделаю, потому что сейчас пациенты, ну, 90% таких. Но, по крайней мере, эффект от этого я вижу. И могу сказать, что те, кто это придумал, в чем-то смысл этого есть. Почему? Потому что, если вы это вовремя начинаете делать, не так, когда уже все опустилось, и вам в 60 лет нити, как бабуля, которая судилась, ей в 67-е 40 нитей заказали в клинике, и потом даже по телевизору, и показывали, реально дослеживали, что она есть, заказали 40 нитей на подбородок, а уже все висело. Вот как бы если все с умом, да, то есть как вот те, кто преподают, они говорят, идеально до 40, то есть даже там 35-37, когда говорят, что-то вот как-то контур поплыл. Вот тогда этого и не видно, незаметно, и действительно оно стоит. То есть, получается, это уход. Уход такой. Мы пролонгируем молодость, да, то есть мы ее удлиняем. Еще вопрос, еще, подожди, буду задавать вопрос, девчата интересуются. Вопрос, вот интимная пластика и морда лица. Есть женщины, которые выбирают, допустим, не уколоть себе ту же гиалуронку, не сделать себе пластику верха, а сразу начинать с низа, потому что кормилица, и, собственно говоря, то есть вот если будут деньги только на один шприц высокой плотности гиалуронки, то скорее, ну, омолодят внизу и сделают себя лучше, чем, а потом уже тут нарисуем. А вот там вот, ты, какое твое мнение? То есть, как бы, это же очень важная штука. Ты можешь сделать из нас девственницу, ну, или хотя бы десятиклассницу? Сейчас много кто приходит за интимной пластикой. Сейчас прямо этому внимание уделяют. Есть пациенты, которым реально вот смотришь, и прямо надо, просто вот сто процентов надо. То есть там паровоз уже может заехать. Много кожи и некрасиво, и вроде как хочется эстетику навести. И как-то вроде скажешь, и пациентка, я понимаю, что она в жизни об этом не думала, они делают и благодарят. А есть пациенты, у которых все идеально, и они почему-то, откуда-то, все равно это где-то взяли и решили, что это прямо вот надо срочно еще усовершенствовать. Они приходят с идеальной интимной зоной, и все равно что-то там себе находят. Вот это парадокс, да? То есть они прямо вот вкладывают в это. По поводу восстановления девственности, да, есть такая операция. Чаще этим грешат восточные красотки, которых там прям менталитет такой, что если нет, то в конце свидания. Вот. А так по поводу восстановления, все по показаниям. Если реально после родов ослабевают мышцы тазового дна, действительно расслабляется улагалище, там просто не держит. Бывает настолько, что опускается все. И в этом случае эта операция становится по показаниям. То, что собственно... Спасительность, то есть она... Да, потому что она становится по показаниям. И я понимаю, что я не зря училась, я работаю, я не в фигне какое-то страдание. Это не блажь, а это реально по показаниям. То есть ты можешь, подожди, ты ответь мне, у меня такие же точно... А, зави... У меня такие же точно зрительницы, как и я, и именно это интересно. Вот смотри, то есть как бы если ты... По показаниям, ты можешь, допустим, сделать пластику, у них... Слушай, ты можешь сделать пластику? Такой зависает. Понятно, я не могу... И допустим... Теперь нету, или там... Какой-то мужчина из одноклассников, видимо, хочет показать мне свою интимную зону, поэтому я никак не могу выключить его. Звонят, звонят, звонят. Мне звонит какой-то мужчина в одноклассниках и хочет, видимо, показать свою интимную зону. А так как я... Так как я не могу сейчас взять трубку, ничем не могу ему помочь, но он мешает мне вести прямой эфир, это люди без совести, ну что теперь делать? Так вот. Вопрос, пожалуйста. Видела ли ты хоть раз после пластики интимной зоны у женщины, что это помимо того, что все опущено, ты подняла там, недержание мочи, допустим, полечилась одновременно, или, допустим, ты увидела, что она больше удовольствия получает, у нее оргазмы пришли, она хоть раз видела вот такой суперрезультат, когда тебе она звонит и говорит, боже, как я жила без... Ну вот без вот этого, без моей Владимировны в таком виде. у меня была одна пациентка очень крутая, она делала у меня и грудь, и лицо, подтяжку лица, и потом пришла на интимную пластику и забеременела, после этого она вышла замуж, то есть сузилась и потом опять бедная девочка, так, и что? А она приходила снова и говорит, сделайте мне еще раз. Слушай, а молнию никто не приходил шевать, нет? Нет. Что любишь больше всего? Что вот, идешь на работу и понимаешь, сегодня у меня там три человека с глазами, лая, 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 это легко и просто, или там, вот что любишь больше всего, что у тебя удается больше всего, что вот прям, ну вот прям твое? Ну, я не очень люблю операции без показаний, остальное все люблю, то есть я не люблю, вот говорю, операции не интеллектуальные, не интеллектуальные, когда там нет моего профессионального, там не важно вообще, какой я суперталантливый хирург, мои какие-то знания, когда там просто вот соси этот жир, как у нас анестезиолог говорил, включили жиропровод Москва-крана, где-то один из жир потек, там 9 литров от сосите, то есть я понимаю, что это не физиологично, если это, это тем более там 25 лет, там 30 лет, ну сходи ты в зал, но все равно ты опять наберешь, тем более на стрессе, вот такие не люблю, есть пациенты, которые приходят, у которых все хорошо, и они вот в дань моде какой-то что-то хотят, я, конечно, люблю гармонизацию, когда я понимаю, что, блин, аж до мурашек, вот прям вот я помогла, и она приходит, она светится, и она на перевязке уже плачет, и я сама с ней вместе, и вот она уходит, и бывает пациенты, они выписываются, они прям, можно мы вас обнимем, вот я реально понимаю, что, блин, так здорово, вот классно, что это. это карантинные меры, еще вопрос, очень важный вопрос, вот когда девочки выбирают между двумя операциями по груди, или вставить имплант, ну, допустим, вот она слегка приповисла, не очень эстетично, даже сама смотрю, вот такая, вот прям неудобненько уже, как-то раздеваться вот при свете, то есть, как вот эти операции, когда из коленки берут, из живота, и полят вниз под грудь, как она называется? Пофилинг. Вот как долго это длится, и это лучше, чем поставить туда полиэтиленку, которая может рвануть в любой момент, или надо убирать эти импланты, что лучше из этого всего? Это реально крутая операция, очень крутая, и просто единственное, что часть жира все равно рассосется, потому что, это и так понятно, потому что мы часть жира, когда мы забираем, эти клетки могут ополочки, чуть-чуть повреждаться, когда они через дырочку в конюле, мы их засасываем, они могут повредиться, это и так понятно. Когда мы их вводим, обрабатываем, потом вводим, тоже, естественно, есть погрешность, часть клеток повредится, а так как они живые, это как на грядку траву, посадить цветы, они должны начать кровоснабжаться, должны обрасти... Подожди, у нас очень мало времени, может быть, одна больше, одна меньше, одни прижились, другие не прижились, туда можно докачать или нет? Бывает такого, что с одной стороны больше прижилось, с другой меньше, то есть это естественная погрешность просто, но не всем подходит, то есть если грудь висит, от этого она не взлетит, от жира, тогда надо сделать и подтяжку, и добавить жира для красивой формы, то есть это как... Если подтяжка, то есть если хочется ее, чтобы она прямо как у козочки стояла, то есть где тут будут шрамы, где тут, ну, как долгая реабилитация, носить надо ли это белье, так же, как вот девочки, которые сделали грудь, столько же носить это белье, и результаты тоже, ну, хоть приблизительно, ну, вот по-честному скажи нам, ну, 80%. Вот вообще такая грудь особо не болит, то есть это же не... Там нету раны как таковой, эти пациенты не носят специальное белье, они носят там спортивные маечки, там, я не знаю, просто косточки не носят, специального белья для этого липофилинга нет. А классно то, что мы жир забрали, то есть двойной эффект, двухзайцев убили, там, где локальные ловушки, мы забрали и ввели в грудь, поэтому результат видно сразу. Часть... Сколько держится, сколько стоит, хоть приблизительно, не обязательно у тебя вот вообще интервал от и до? Нет, то, что приживется, оно уже останется. Если вы будете худеть, вы все будете худеть, будете поправляться, опять же эта грудь поправится, потому что клетки останутся, они увеличиваются, уменьшаются, и уже приживутся. Просто если вы там начнете сушиться, все вместе уйдет. Вот и все, это понятно. А по стоимости вообще в среднем, вот у нас, например, липофилинг стоит 170 тысяч. 170 там плюс наркоз, либо там зависит, если небольшая грудь. И мне сразу с наркозом, и сразу с печеным яблоком. Сколько надо, чтобы сделать себе козочку? Надо смотреть. Если у пациентки еще подтяжка, то это другая цена. Если там просто... Подтяжкой давай. Ну что же, если ты говоришь, ну шерну я и чего. Если она не взлетит. Вот давай, вот сколько будет стоить. Вот такая прям приподнятая, красивая, прям, чтобы я на себя смотрела и думала, господи боже, кому же я достанусь такая молодая, красивая. Опять же, надо прислать мне фото, смотря какая подтяжка. Есть подтяжка вокруг ореолы, когда сосок надо просто поднять. Есть, когда надо собрать, чтобы она в подмышке не висела, кнутри ее всю собрать. Есть подтяжка, когда и вертикальный рубец, и Т-рубец. Это разные виды, это длительно. Короче, все рубцы будем делать. Ну приблизительно, сколько сделать сиську, одну, одну не, делают две. Сколько сделать грудь, ну вот, от минимума до максимума. Если с подтяжкой порядка там 300 тысяч, там 300 с чем-то, если это, если это просто обычная подтяжка, если там Т-образная, то это будет там 350. Если просто липофилинг, то 170. Но это надо смотреть конкретно пациента. То есть что импланты поставить, что свою собственную почикать? Приблизительно одинаково. Нет, но импланты поставить, там дороже. Там один имплант, одни импланты стоят 60 тысяч. Это немножко другая история. Но с липофилинг... Скажи, а ты можешь сделать круглую попу бразильскую? Тыц-тыц-тыдри-тыц. То есть опять взяла, то есть подбородка, закачала в зад. Ну там, не знаю, есть отложение жира у каждой из нас. То есть ты найдешь, где взять. То есть прямо она такая, прямо такая? Огонь, да. Можно такую попу сделать. Сейчас это очень популярно. Бразильская попа называется. Это очень популярная операция сейчас. Причем она решает... Сколько бы мы LPG вот это делали, и в любом случае ты так ее не поднимешь в жизни никогда. Опять, если она обвисла, а мы туда жиру накачали, не такая ситуация, как с мордой. Нет, там ситуация такая же, вот именно, да. То есть туда надо тогда столько жира ввести, чтобы эту кожу расправить. Порядка литра. Так она будет по утрам надев трусы, не забудьте ей про часы. Да, это будет слишком большая попа, это некрасиво. В этом случае делается подтяжка попы и плюс липофилинг. Подтяжка попы? Что такое подтяжка попы? А, это крутая же операция. Подтяжка попы тоже бывает разная. Есть подтяжка, когда под ягодичную складку, когда она прям висит так сильно. В этом случае разрез делается... Как будто сковородкой стукнули, да, я видела пару поп. Да, они ее отсидели, она стала плоской и провисла. В этом случае делается разрез по межягодичной складке и вот так вот под ягодичную складку снизу. И ее все тянут вовнутрь и подрезают. А есть подтяжка, когда сверху нависает сильно, а под ягодичную складку не висит. В этом случае так называемый бутерфляй, то есть разрез как бабочка вот такая, сверху как мысик. Это уже сверху, там где пояс, вот такой вот делается. Бабочка из пупы, Настя! Прелесть какая! Слушайте, девочки, у нас заканчивается время. Давайте-ка я соберу ваши все вопросы и я помочу Анастасии еще раз, потому что даже я не все свои вопросы задала, потому что действительно это очень уникальная, большая палитра. Мы очень уважаем наших зрительниц. Если мы сидим тут с тобой, не рассуждаем, надо, не надо, все читают журналы, все смотрят программы, все, ты нам практику давай, чё почём, и сколько ибритаций, где швы, как выглядят. Я поняла, что мы заходим на страницу, смотрим то, что у тебя сразу после операции, и отдаленно ты ловишь их и говоришь, девчата, через полтора-два года придите, покажите свое пузо прооперированное, там опять такой шар, знаешь, только выше, или ниже висит над труселями, или там вот такие ручищи, понимаешь, или вот такая харя, или шея вот такая, потому что убирали вот здесь и холку. Я это всё знаю, то есть отдалённое покажи нам, через два, через три, через четыре года, ты же давно их уже оперируешь, просто брось боевой клич, красотки, дайте мне ваших фоток, я покажу отдалённый результат. Ладно, договорились. Это очень круто, потому что до и после, это мы у всех видим, ты нам покажи, вот что будет, как выглядит шов через пять лет, ну то есть как бы, да, как выглядит на пузе шов, как козисюха выглядит, как, где, где эти швы, когда ты подтяжку груди делаешь, как они выглядят, что будет видеть мой супруг, когда я сниму бюстик, и вдруг будет свет, вдруг мы днём решим полюбиться, а у меня тут всё как у Франкетштейна, ну, хорошо, убираются, а когда грудь тянешь, под мышку уходит шов, или куда, где ты режешь-то? Нет, под грудью, разрезать под грудью, а вообще, очень много историй таких классных, у меня даже помощница уже надо мной смеётся, говорит, Борисёнка, после тебя все беременеют, у меня есть, у меня недавно буквально, у неё четвёртый, то ли четвёртый, то ли пятый ребёнок, пациентка, после абдомина пластики, то есть она только навела порядок, только она мышцы все укрепила, всё сшила, вся красотка, и ещё раз забеременела, вообще не собиралась. Растяжек много было? Ну, сразу. Срезала растяжки, а тут нет. Подожди, она одни срезала, вывела себе эту белую линию, пупок свой подняла, всё подшила, и опять беременная, раз потянулась шкура или нет? Растяжек, второй раз не будет, мышцы-то держат сильно, наоборот, не будет растяжек, они настолько держат, что растяжки не пойдут, давление на коже будет меньше, у неё внутри всё сдержит, и у меня такие были истории, у меня была пациентка, она такая, вся бизнес-леди, по-моему, 38 лет, пришла, детей нет, не замужем, я делала обдоминопластику, потом смотрю, как... Всё, Настя, надо прощаться, а то я не сохраню эфир. Люблю тебя, я тебя помучаю ещё раз. Не хватило мне часа. Люблю тебя, девочки, простите, не ответили на вопросы, у меня их вот такая полная башка. Мы придём к вам ещё раз. Любим, целуем, пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.